Добрый день, меня зовут Виталий, я ведущий инженер компании Z-Wave MIA. В предыдущем видео я рассказал, что на российском рынке представлено более 200 различных Z-Wave устройств, которые совместимы с вашим комплектом умного дома. Сегодня я хочу рассказать о некоторых из этих устройств. Например, устройство управления теплым полом. Конкретно вот этот термостат выполнен в сенсорном исполнении, позволяет управлять температурой, повышать, понижать, выставлять режимы обогрева, задавать расписание. Он легко устанавливается вместо вашего термостата, который у вас сейчас стоит. Следующее устройство, также от компании Fibara, это датчик протечки. Как видно, у него есть три телескопические ножки и он устанавливается просто на ровную поверхность. Работает он от батареек, которые легко можно поменять. В комплект к датчику протечки можно доустановить устройство перекрытия воды, гидролог, также который работает на батарейках, поэтому его легко можно установить в любое место. Не требуется подвод дополнительного питания. В случае протечки датчик сообщает на устройство перекрытия воды и шаровый кран закрывает воду. Датчик дыма. Легко можно установить либо на саморез, либо на двухстороннюю клейкую ленту. В любое место он оповещает о задымлении. Часто его устанавливают на кухне, чтобы не забыть, что у вас сковородка уже сгорела. Модуль управления в розетку. Позволяет подключить любую технику, которая устанавливается в розетку, и ей управлять. И, что немаловажно, измерять ее энергопотребление. Очень популярное явление, когда вы думаете, что вы забыли выключить утюг. Вы можете посмотреть в приложении, действительно ли вы выключили или не выключили. Также можно узнать, включен телевизор или играют ли дети на компьютере с помощью вот такого маленького устройства. Универсальный пульт управления позволяет запускать любые сценарии, управлять любым устройством. С его помощью можно перекрыть воду, можно включить свет, можно поставить дом на охрану. Аналогично пульту устройство, он только с одной кнопкой. Большая красная кнопка. Ее можно использовать как кнопку паники, например, в офисе. А можно с нее запускать сценарии управление освещением. Устройство управления кондиционером. Работает на батарейках. Очень похоже на датчик движения. Его можно также установить в любое удобное место и направить вот этим глазиком на кондиционер. Он будет отправлять точно такие же команды, как и ваш пульт. Соответственно, вы можете дистанционно управлять кондиционером, даже когда у вас нет дома. Датчик открытия двери окна. Сообщит, когда открылось дверь окно, а также может управлять климатом. Например, когда открылось окно, можно отправить команду на кондиционер, чтобы он выключился. Электронный замок. Доналог. Работать на батарейках легко можно установить на любую дверь. Вот на данной двери у нас установлен такой замок. И сейчас я его открою. Также вы можете поделиться этим замком с любым человеком, временно выдать разрешение. И, конечно, можете открывать своим детям после того, как они приходят со школы. Устройство управления жалюзи. Выглядит так же, как и устройство управления освещением, но позволяет управлять любыми рульставнями, шторами, жалюзи. В общем-то, всем, что управляется мотором. Это далеко не полный список всего оборудования. Его гораздо больше. Но это одни из самых интересных популярных моделей. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова